День веков Дени Дидро, французский мыслитель и писатель Бернард Больцана, чешский математик и философ И князь Евгений Трубецкой, философ, правовед и публицист Граф Алексей Орлов-Чесменский, российский генерал-аншеф И Луи Жан Люмьер, французский изобретатель-кинематограф Роберт Годдард, американский ученый, запустивший первую в мире ракету на жидком топливе И Фрэнсис Роуз, американский патолог, нобелевский лауреат, открывший онкогенный вирус Сергей Муромцев, русский юрист, публицист и политический деятель И Варвара Мясникова, российская киноактриса, сыгравшая в таких фильмах, как Чапаев, обломок Российской империи, Золушка Сегодня 5 октября, вы смотрите программу День веков хронограф Этот день в истории человечества был отмечен следующими событиями В 1502 году Христофор Колумб открыл Коста-Рику, а в 1632 году был основан город Якутск В 1795 году Наполеон ликвидировал вендемьерский мятеж роялистов, сторонников королевской власти в Париже А в 1795 компания Гудзонова залива начала строительство торгового пункта, который позже стал городом Эдмонтом, Канада В 1823 году в Англии начал издаваться первый медицинский журнал Lancet А в 1908 году болгарский князь Фердинанд провозгласил независимость Болгарии от Османской, Турецкой империи В 1914 году во время Первой мировой войны в первом воздушном бою сошлись французские и германские самолеты А в 1925 в США вышла первая книга Эрнеста Хомингуэя, небольшой сборник рассказов, названный в наше время В 1944 году советские войска, действуя совместно с частями Народно-освободительной армии Югославии, вошли в югославский город Панчево А в 1952 году на 19-м съезде Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, ВКПБ, была переименована в Коммунистическую партию Советского Союза, КПСС Сегодня 5 октября, в эфире программа День веков хронограф Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена 5 октября 1632 года был основан город Якутск, один из самых старых городов Сибири Город был основан как Якутский или Ленский острог, отрядом енисейских казаков под руководством сотника Петра Бекетова На правом берегу Лены, это примерно в 70 километрах ниже нынешнего города В то время считалось, что острог должен стоять в центре расселения аборигенов, но в безопасном месте, окруженном всякими уводьями Его следовало укрепить и всякими крепостями накрепко против прихода воинских людей Острог, как писал Петр Бекетов, был поставлен межиными многими улусами среди всей земли А по свидетельству другого очевидца, енисейского стрельца Ивашки Иванова Острожек поставлен на берегу Лены реки и к угодью, а около того острожку живут многие конные и пешие якуты Родами тысяч с десять и больше, и животины их, и коров, и лошадей много А оприч того места, где Петр Бекетов поставил острожек, в ином месте острогу или города поставить негде Потому что тот острожек поставлен в угожем месте В стенах острога находилось несколько домов, государев амбар, на подклете с погребом, съезжая изба, аманатская изба с заложниками и часовня В 1633 году в остроге насчитывалось до 200 человек, казаки, торговые и промышленные люди с семьями Так как частые наводнения разрушали стены острога, избы и другие постройки Первым якутским воеводам Петру Головину и Максиму Глебову, посланным из Москвы в 1638 году Было велено из тех острожков старых поставить новый острог, где пригожа, чтобы тот острог был на угожем месте Весной 1642 года паводковый лед чуть не снес весь острог, и после этого он был перенесен на современное место Один из важнейших форпостов России в Восточной Сибири, Якутск стал торговым и административным центром региона Базой для многочисленных разведывательных, а позднее и научных экспедиций исследователей Дальнего Востока и Крайнего Севера 5 октября 1737 года в Тверской губернии родился граф Алексей Орлов Генерал Аншеф – один из участников дворцового переворота 1762 года Орлов получил образование в сухопутном шляхетском корпусе Службу начал в 1749 году солдатом лейб-гвардии Преображенского полка В 1755 году получил чин сержанта С началом Семилетней войны в 1757 году был зачислен добровольцем в обсервационный корпус, охранявший тыл действующей армии И был ранен при деревне Цорндорфе около Франкфурта По возвращении в Петербург служил в гренадерской роте лейб-гвардии Преображенского полка в чине поручика В последние годы царствования Елизаветы Петровны через брата Григория сблизился с Екатериной Алексеевной, супругой престола-наследника Петра III Граф был одним из руководителей дворцового переворота июля 1762 года В результате которого на российский престол взошла императрица Екатерина II Также был одним из заговорщиков, заставивших императора Петра III подписать акт об отречении от престола После коронации Екатерины II в сентябре 1762 года получил чин генерал-майора Был возведен в графское достоинство, пожалован орденом святого Александра Невского, крупными денежными суммами и поместьями Вслед за тем стал генерал-адъютантом, генерал-поручиком и, наконец, генерал-аншефом в 1769 году В 1765 году был послан в Южные губернии для предотвращения волнений казаков и набегов крымских татар В 1768 году награжден орденом святого Андрея Первозванного В начале русско-турецкой войны 1768-74 годов, находясь на лечении в Италии, предложил правительству план военно-морских операций в Средиземном море И был назначен командующим Средиземноморской эскадрой В апреле 1770 года Орлов высадил десант у турецкой крепости Наварин И через 11 дней взял крепость, сделав ее временной базой российского флота В июле он атаковал в Хиосском заливе турецкую эскадру под командованием этого же капудан-паши Хасан-Бея Заставил вражеские корабли укрыться в Чесминской бухте и с помощью брандеров полностью их уничтожил Затем Орлов овладел многими островами греческого архипелага Был награжден орденом Святого Георгия Первой степени По заключению в июле 1774 года Кючук Кайнарджийского мира был удостоен титула Чесминсий В царском селе был воздвигнут памятник в его честь Следует отметить, что Алексей Григорьевич имел большое влияние при дворе, хотя практически не вмешивался в государственные дела Орлов интересовался наукой Покровительствовал Михаилу Ломоносову и Денису Фанвизину Состоял в переписке с Жан-Жаком Руссо Был одним из основателей вольного экономического общества и первым его выборным председателем В связи с опалой брата Григория Алексей Орлов ушел в декабре 1775 года в отставку И поселился в своих подмосковных поместьях Увлекся скачками и коневодством На принадлежавшем ему конном заводе была выведена одна из самых известных в мире русских пород лошадей Орловский рысак Умер граф Орлов в январе 1808 года в Москве Сегодня 5 октября В эфире программа «День веков. Хронограф» Теперь мы расскажем о событиях, произошедших за рубежом в давние времена 5 октября 1502 года Христофор Колумб открыл Коста-Рику, Центральная Америка Во время своего четвертого плавания к американским берегам Колумб из-за страшной бури был вынужден искать убежище на материке Испанцы высадились на берег и встретили индейцев, обвешанных золотыми украшениями Индейцы преподнесли Колумбу и другим участникам экспедиции золотые подарки Мореплаватели решили, что наконец-то нашли сказочно богатую землю И дали ей имя Коста-Рика, что значит «богатый берег» Но надеждам испанцев на богатую золотом страну не суждено было сбыться Эта страна скрывает в себе огромное экологическое богатство в своем многообразии флоры и фауны Но не золото Тем не менее Коста-Рика долгое время подчинялась испанской короне И только в 1821 году была провозглашена Демократической Республикой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова